Прошла встреча со студентами первого курса. Горжусь, что пока приглашают, значит, востребованность есть у нас в выпускниках. Студенты стали призерами чемпионата Северной Евразии по программированию. Наша команда с Казанского федерального университета в этом году получила диплом второй степени на финале чемпионата Северной Евразии по программированию и завоевала путевку на финал чемпионата мира. Почему важно вакцинироваться? Либо человек переболеет коронавирусной инфекцией с неизвестным при этом исходом и прогнозом. И второй момент, и второй как бы путь – это, конечно, вакцинация. И вакцинация – это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Милеша Хакимова. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась традиционная встреча с заместителем премьер-министра республики Татарстан, полномочным представителем республики Татарстан в Российской Федерации Равилем Ахмедшин со студентами первого курса. Все подробности в сюжете. Встречи со студентами первокурсниками проводятся уже в пятый раз. Равил Ахмедшин сам является выпускником Казанского университета. Он с гордостью приходит к своим коллегам, ведь им тоже интересно послушать своих выпускников. Для меня очень большая честь. Меня приняли членом Победительского совета Института филологии. И горжусь, что пока приглашают, значит, востребованность есть у нас в выпускниках. И у нас очень много выпускников отделения Татарстанской литературы работают в разных сферах. Но первоначальное образование, которое мы здесь получили, все равно является основой для всего. Равил Ахмедшин рассказал обучающимся о системе представительств Татарстана в регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья. В заменитых татарстанцах, которые внесли и вносят вклад в развитие республики. Елизавета Никитина, Виолетта Басса, Вуниверньюз. Студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета стали призерами чемпионата Северной Евразии по программированию. Подробности в сюжете. Попасть на самое престижное соревнование по программированию за широкую улыбку не получится. Команда Института математики тренировалась на протяжении пяти лет, чтобы занять второе место в полуфинале. В всей Северной Евразии на разных этапах участвовало более тысячи или полутора тысяч команд. Было предоставлено пять часов и один из задач, достаточно сложных, которые за пять часов они как можно больше задач должны были решить. Чемпионат Северной Евразии по программированию является последней ступенью на пути к чемпионату мира. В составе команды два магистранта первого года обучения Артем Иликаев и Максим Ягофаров, а также четверокурсник Руслан Капралов. Наставник рассказал, как со временем менялся подход к подготовке студентов. В первое время это больше было преподаванием, новых знаний передавания. Дальше уже это больше передача стратегии и организация каких-то процессов, чтобы они садились и тренировались, решали задачи, имели возможность ездить на учебно-тренировочные сборы. В результате жесткого отбора в финал чемпионата мира пройдут 10-15 команд из Балтии и Сотружества независимых государств. Победа в полуфинале стала для Казанского университета третьей за историю чемпионата. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Миллионы россиян уже сделали прививку от коронавируса. Жители страны все больше доверяют отечественной вакцине «Спутник Ви», уже успевшей зарекомендовать себя и за рубежом. Почему же все-таки есть необходимость вакцинации? Расскажем в нашем следующем сюжете. Вакцинация от коронавируса продолжается. Директор Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Найля Бугаудинова поделилась своим мнением о том, почему считает иммунизацию сейчас очень важным этапом нашей жизни. Мы все находимся в группе риска в связи с тем, что у нас очень большой и высокий круг общения. И я считаю, что нам необходимо прививаться из-за того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Бессонница, нарушение внимания или концентрации, тревожность, нарушение памяти, депрессивное настроение, спутность сознания, измененное сознание. Это только немногие ментальные расстройства, которые могут быть у людей, переболевших или уже с антилами COVID-19. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Киасов призывает каждого принять верное решение. Кто-то переболел легко, а кто-то и не выбрался из этого. Поэтому вы видите, вот сейчас сообщение, сколько было смертностей. Пусть они были списаны на болезни системы кровообращения, но это, как правило, осложнение COVID в большинстве случаев было. Поэтому здесь каждый выбор делает свой. Либо сыграть в ящик, так сказать, либо вакцинироваться. О путях завершения пандемии коронавируса рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Тарстан Харид Хаиртынов. Либо человек переболеет, коронавирусная инфекция, с неизвестным при этом исходом и прогнозом, потому что есть острый COVID, а есть так называемый пост-COVID. Человек переболел, выписывался из больницы, а еще мог испытывать проблемы со здоровьем со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны нервной системы и так далее. Поэтому это совершенно не означает, что человек, переболевший COVID, может забыть про коронавирусную инфекцию. И второй момент, и второй путь, это, конечно, вакцинация. И вакцинация, это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. И, конечно, ни о каких 500 днях мы здесь говорить не должны. Чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с коронавирусной инфекцией. Напомним, вакцинация осуществляется в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского, 2. Телефон для записи 233-3-2-0. Илья Андреев, Универ-Ньюс. В Казанской резиденции штаб состоялось совещание по вопросу создания инновационного культурно-технологического центра на базе бывшего ресторана «Парус». Все подробности далее. Возможность создания центра была рассмотрена президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым во время визита в Казань руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой. Во время обсуждения развития образовательного центра «Сириос» Рустам Миниханов отметил, что можно создать аналогичный центр для школьников, студентов и в целом для населения на базе бывшего ресторана «Парус». И как раз таки для того, чтобы собрать мнение наших коллег, мы позвали представителей разных министерств, ведомств и города, и госкомитета по туризму, университета позвали, где есть профильное направление подготовки по туризму, чтобы уже от специалистов собрать предложение о том, каким может быть этот центр в здании «Паруса». Отличительная особенность объекта в том, что в центре будет применяться практика умного туризма, как и в сочинском центре «Сириос». Она предполагает, что гостям будут регулярно проводиться различные мастер-классы. Также будет задействована акватория реки Казанка. Центр будет сочетать в себе такие направления работы, как наука, искусство и спорт. Особенно привлекателен центр будет для студентов. Стоит отметить, что уже сейчас к разработке концепции проекта приглашены студенты, обучающиеся по направлению туризма, менеджмента и маркетинга. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс. Ежегодно во всем мире 7 апреля отмечается День здоровья. В этом году он проходит под лозунгом «Построим более справедливый, более здоровый мир». В Казанском университете в этот день тоже традиционно проходят спортивные мероприятия. О том, как прошел День здоровья в нашем ВУЗе, узнаете в следующем сюжете. День здоровья в Казанском университете прошел в пяти спортивных комплексах. Проходит большое количество мастер-классов во всех спортивных залах и во всех спортивных комплексах. И в спортивном комплексе «Бустан», и в спортивном комплексе «Москва», и в «Униксе». К примеру, в «Униксе» в двух залах прошли круговые тренировки для студентов. По словам Валерии, одной из студентов Казанского университета, уроки физкультуры всегда проходят активно. А сегодня в День здоровья была возможность как раз показать свое физическое развитие. Мне очень нравится заниматься спортом. Это не только подтянуть фигуру, как эстетический какой-то вид, но и, в принципе, для здоровья. Также желающие могли сдать анализ на определение ВИЧ и смерить давление или просто пообщаться с психологом. Для проведения данного мероприятия приглашены сотрудники ГАУС «Городская поликлиника номер 21», а именно стоматологи, терапевты, приглашена лаборатория и клинический психолог. Со стороны КЦСО «Доверие» также приглашены психологи, которые проводят индивидуальную и групповую работу. В День здоровья в стороне не остался и Александр Гусев. Он вместе со своими коллегами продемонстрировал свои силы в игре в теннис. Поддержание хорошего тонуса, возможность делать тяжелую, важную, нужную работу – все это приносит настольный теннис. Он неконтактный, не опасен с точки зрения травм и поэтому очень горячо люблю. В спортивном комплексе «Москва» прошел мастер-класс по фитнесу «Аэробика Микс». Будьте здоровы и заботитесь о себе. Энджи Минебаева, Ленарда Влетьяров, Виолетта Басова, Фарид Захедуглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Милеша Хакимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!